Дорогие друзья, здравствуйте! Давайте с вами попробуем почитать, разобраться, помыслить, рассуждать о очень важной книге, которая называется «Откровение», написанной Иоанном Богословом. Прежде всего мы должны понять, кому это откровение, и от кого оно, и для чего оно. И для этой цели мы окунёмся с вами в текст оригинала, который, древнегреческий язык, на котором написано «Откровение». Это было написано Иоанном, всё это видение он изложил в 70-х годах первого века. Итак, начинаем смотреть, что же здесь происходит. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав он и через ангел с его рабу своему Иоанну». Если мы читаем оригинальный текст, то мы можем перевести и «Откровение Иисуса Христа», и «О Иисусе Христе». Думаю, здесь эта двойственность не случайна, потому что это «Христа» откровение о Иисусе Христе тоже. И произойти это должно быстро, вскоре, немедленно, то есть неминуемо. Иоанн, который засвидетельствовал Слово Божие, и свидетельство Иисуса Христа, всё, что он видел. Видите, Иисус Христос говорит нам здесь, через это «Откровение Иоанна» о Слове Божьем, о том, что неминуемо должно быть на земле. Это очень важно, потому что вот слово, когда мы воспринимаем русское слово «вскоре», и скоро мы снова сейчас с ним встретимся, нам кажется, что вот-вот, вот сейчас после Христа всё должно начаться. И есть такие размышления, что да, это, с одной стороны, так, потому что само «Откровение» говорит о всех событиях после Мессии, а не просто как открывающаяся медленно дверь, а не распахнутая сразу. И вот когда в последнюю минуту она уже распахнётся, тогда и произойдёт всё то, о чём нам здесь написано. Это будет конец данного привычного нам мира. А далее интересная фраза «Блажен читающий и слышащий слово этого пророчества и соблюдающий, написанное в нём и во время близко». То, что мы переводим на русский как слово «соблюдающий», немного вызывает какие-то недоумения, что именно здесь надо соблюдать. Поэтому перевод греческого слова скорее, ближе к тексту, охраняет, бережёт эти слова. Это содержание. Здесь не добавляет к нему ничего и не убавляет ничего. Эти же слова мы увидим в конце «Откровения». Ничего не добавить, не прибавить. Он хранит его именно так, как они есть. Это важно, потому что сейчас мы не понимаем многое, о чём здесь речь. Если мы начнём фантазировать, впадать в разные инсинуации, мы, конечно, получим фантазии нашего мозга, а не то, что передаёт через Своё ангела нам Господь Бог и через Сын Своего Иисуса Христа. Поэтому беречь, сохранить, содержать эти слова так, как они и есть. И, конечно же, мы с вами поговорим о том, что здесь написано прямым текстом, и не будем, конечно, фантазировать. Это предупреждение о фантазии неуместных, которые здесь не должны быть. Время близко. Почему? И Мессия уже пришёл. Далее. Иоанн. Семи церквам. Васи. Благодать вам и мир от того, кто есть и кто был и кто кредёт, и от семи духов, которые пред престолом его. Вот эти семь духов общин с семи церквей. Церковь, друзья мои, это община людей. Это община. Надо обязательно вернуться к понятию исконному этого слова, а не фантазийному, которому мы к нему приобщили. Что же это такое вдруг? Почему семь церквей? Семёрка в иудаизме. Очень важно. Друзья, мы будем апеллировать к иудаизму, потому что писал иудей, писал еврей, Иоанн. Естественно, что он мыслил как еврей, и все понятия – это понятия народа Божьего, иудеев, евреев, хотя и переложены были на греческий. Он сам себя переводил, как и делается это всегда, когда человек пишет на другом языке, не на своём родном. Семёрка. Полнота служения на земле. Полнота исполнения воли Бога, его замысла. Семёрка. Вот в чём здесь тоже дело. Потому и ангелу у нас семью трубом в конце времён. Полнота исполнения в человечестве на земле всего, что должно свершиться – это цифра семь. Это значение семь. Семь ангелов, семь духа. Вообще в апокалипсисе, в откровении очень важна символика цифр. Мы об этом обязательно с вами будем говорить. На этой символике цифр и чисел построено повествование откровения. Семь человеческих общин, которые мы называем цирквами. Всё поделено на семь вообще в апокалипсисе, в откровении. Это очень важный момент. Человечество – семь эпох, семь. Здесь праздников, кстати, у Дейвс. И здесь и семь циклов возрождения. Семь плюс семь – это 14. Помните, 14 поколений, которые описывает нам Матфея от Авраама до Давида, от Давида до Христа, и, конечно же, ещё от Адама до Авраама. 14 поколений. Важный момент. Поэтому взяты все семь состояний исполнения, которые должен человек явить в своей общине христианской на этой земле. И вот какие послания тем общинам, которые уже организовались в полноте своей и должны будут развиваться по всему миру. Конкретной, реальной церкви на тот момент. Общины. Вот, друзья мои, мы когда говорим слово «церковь», там сразу представляется какое-то здание, там сидит священник. Нет, это общины верующих людей. И, конечно, туда обязательно приходил апостол, который нёс от апостолов, ученик, нёс благую весть и всё то, о чём сказал Христос. Передавалось это из уст в уста вначале. Мы понимаем, что Евангелия ещё хоть и были написаны уже, но ещё их не читали все абсолютно. Ещё не распространяется, они вот-вот только были написаны. У каждой общины есть дух, свой собственный дух. Поэтому семи духов. И от Иисуса Христа, который свидетель, верный, первородный из мёртвых и начальник царей земных, любящему нас и избавившему нас от грехов наших крови Своей и соделывавшему нас царством, священником, Богу и Отцу Своему, Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Здесь на струфы разделено очень-очень тяжело, поэтому приходится брать две струфы. Это всё деление на главы струфы и стихи. Это позднее деление. Конечно, в греческом тексте этого нет. Послание «Благодать вам и мир семи церквам от свидетеля верного». Свидетель Христос здесь свидетель, первородный, из мёртвых, тот единственный из мёртвых, кто взошёл к Отцу, потому что Сын Божий. И Он любит нас и убавил нас от греха. Внимание! И соделавшему нас царством, священниками, Богу и Отцу Своему. Кто такие священники? Это предстоятели, друзья, предстоятели перед Богом за народ, за общину, за народ. Вот кто такие священники. Здесь первый священник Христос, и все, кто истинный христианин, Он является предстоятелем перед Богом за весь народ. Ему, свидетелю, Христу, славу и держал во веки веков. Аминь. И здесь далее соделавши нас царством, священниками, Богу и Отцу Своему. И Ему славу и держал во веки веков. Аминь. Здесь слава и держава Отцу, Богу, Творцу всего и вся. Вот он грядет с облаками и увидит его всякое око и те, которые его пронзили, и о нем будут сбить себя в грудь все племена земные. Да, аминь. Этот вот желательный падеж, да, это чисто, конечно, в иерическом, как подтверждение, как свидетельство. То есть на ей так, верно. Здесь нежелательный падеж. А имен утвердительный. Я Альфа и Омега, говорит Господь Бог. Тот, кто есть и кто был и кто грядет. Все держитель. Здесь уже говорит сам Бог. Если мы параллельно скажем о буквах иврита, алиф и таф, последние две буквы, то, конечно же, Иоанн, пиша вот это альфа и омега, первая и последняя буква велеческого, имеет в виду алиф и таф. Таф писалось в древнем иврите, как крест. Маленький, сверху такая, торчал окончик, и вообще буква именно напоминала крест. Значение ее было еще знак. Таф это еще и знак, потому так часто видим, поставь знак на лбу. То есть для развлечения, а не крест, именно крест. Просто буква таф выглядела как крест древний иврит. Он и начало, и конец. Все от Бога, все от Него, всякая жизнь на этой земле. Я, Иоанн, брат ваш, и соучатник скорби и в царстве, и терпении. Вы, Иисусе, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, и сидительство Иисуса. Друзья, если мы смотрим текст, то не за Слово Божие был на острове Патмос, а для Слова Божьего, для того, чтобы пропагандировать, говорить о Иисусе и Слове Божьем. Вот какой смысл мы видим в прямом тексте. Не за, а для. Я был в духе. Что значит быть в духе? То есть я находился в общении с Богом, в духе истине. В день Господень, друзья, и услышал позади себя голос великий, словно трубы. Если мы читаем синодальный наш перевод, которым больше всего пользуемся, мы вдруг обнаружим, я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. Друзья мои, подлинники, конечно, не день воскресный. Иоанн бы, наверное, я не знаю, страшно бы изумился, вдруг почитав, что день воскресный, день Господень, это шаббат, это суббота. Более того, это очень страшный день, который и грядет на человечество. Все пророки говорили, что страшен этот день. Потому и Павел говорит, страшно впасть в руки Бога Живого, то есть день Господень, и это обязательно шаббат. Кириакос по-гречески. Поэтому это, конечно, поздняя приписка, и она очень существенно, неправильно здесь написана, конечно, никакой, конечно, не воскресный. Воскресный день – это восьмой день, день в следующей неделе. Итак, как он услышал трубный голос, который говорил, я Альфа и Омега, первый и последний, то есть нет никого без меня на этой земле, вдумайте эти слова, никого. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, то есть общинам людей, которые уже сформированы в этих вот семи общинах, семи городах очень важных, из которых будет распространяться христианство и далее. Посмотрите, ведь эти общины уже практически не существуют, городов этих уже нет, или они уже стали иными городами в наше время. находишься в Асии, в Асии, в Эфес, Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаадыкию. Все семь важных пунктов, где были образованы общины христиан, которые еще тогда, конечно, себя так не называли. И были мессианами, потому что Мессия – Христос на греческом. На ибрите Машах. Я обратился, то есть обернулся, говорит нам Иоанн, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. Абсолютная полнота светильники, которые зажигает Господь и вообще, которые дает человеку, это символ жизни человеческой. Потому мы увидим далее слова, «Приду и сдвину светильник твой», то есть я тебя умершлю, или жизнь твоя будет уже не прежней, если ты меня не послушаешь. Мы неоднократно встречаем символические светильники. Здесь мы видим, Иоанн действительно видит семь светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченному в падир, и по персям, опоясанному золотым поясом. Он видит Сына Человеческого как человек, видит человека, ходящего среди семи светильников. Очень нам напоминает, как Господь Бог ходил в раю. Помните, когда искал человека, Адама, где ты? Вот он ходит, где ты, человек. Среди светильников, духов человека, человеческих душ. Те общество, которое Мессия создал через себя, единственная возможность теперь спасения человечества. Единственная. Что значит опоясанный по персям, то есть по бёдрам? Это значит, работа его на земле закончена. Раньше всегда опоясывались поясом, по бёдрам, когда заканчивали какую-то работу. Это очень важный символический момент. В падир, это такое большое, длинное, красивое одеяние, надевали на себя священники, которые предстояли за человечество перед Богом. Ещё раз повторим, священство было в иудаизме. Это предстоятель за всё человечество, за народ Божий тогда перед Богом. Это прямое значение. Это было важно до пришествия Мессии, который теперь стал единственным предсвященником, и другого нет. Посредник, единственный Христос, говорит нам апостол Павел. И сам вот Христос здесь неоднократно повторяет и в откровении через Иоанна. «Голова же Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег, и глаза Его, как пламя огня». О чём это нам говорит? Вот здесь Господь, так скажем нашим языком, совершает такую Христос-презентацию. «Я есть истина». Почему я так говорю? В руках Его сейчас мы увидим семь звёзд. То есть звёзды, помните, язычники по звёздам высчитывали себе судьбу. Так говорит нам Христос. Вот здесь все ваша судьба. «Я бел, это моя слава, я чист, это истина. И глаза, как пламя огня». Это значит, мы помним, Бог есть огонь всепожирающий. И ноги Его подобны меди, словно раскалённые в печи. Голос Его, как голос вот многих. Здесь все образы воедино, когда Он только предстал, которые мы дальше увидим, адресованы всем семи общинам. Что же это всё-таки значит? Важный момент. Это, так скажем, презентация для всех тех общин, уже сложившихся к тому моменту, которые уклонились в ту или иную сторону. Которые, опять-таки, поклонялись тому или иному идолу. Идол ведь не обязательно деревяшка Бурантиноса, выстреливанная из дерева. Это и наше представление, это и наше мировоззрение определённое какое-то, где мы ищем правду вне Бога. Это всё идолы, чему поклоняемся. Это могут быть деньги, комфорт и покой, и какие-то ритуалы определённые. Это всё идолы. И вот здесь в образе вот такого, в начале вившемся Господь показывает через Христа всё то, что Он сейчас адресует семи духам, семи циклам, семи общинам человеческим в самом начале их возрождения христианстве. Возрождение, начало возрождения, но уже и начало падения, увы. Голос его, как голос многих, вот, не перекричишь. И Он держит в правой руке своей семь звёзд. Из уст его исходил меч обоюдоострый, облик его, как солнце, когда оно сияет в силе своей. Вот, смотрите, мы сейчас увидим эти образы, когда из уст его меч обоюдоострый. Это правосудие. Почему обоюдоострый? И милует, и карает. Это символ римской системы правосудия. Это юриспруденция, мы дальше с этим столкнёмся. То есть всё, семь звёзд, это эти вот гадания по звёздам. Это астрологи, которыми очень увлекались греки, ведь не только увлекались, это была их религия буквально. И эти звёзды, по которым предсказывалась судьба человека, они все в руке у Христа. Вот кто вам даёт судьбы жизни. Говорит этим образом нам Христос через Иоанна. Вот ваши судьбы, они в моей руке. И вот ваши якобы там справедливые юриспруденции. Да она у меня, этот обоюдоострый меч в моих устах. Весь облик мой — это солнце. Без солнца человек не живёт никак. Я есть свет и свет вашего духа вечного, и свет вашего существования на этой земле. Только я есть солнце. Потому что поклонялись и солнцу ещё, и луне, и так далее. То есть в этом первом явлении Христа, в этом образе, он собрал, собрано всё то, о чём он сейчас будет говорить всем семи общинам человеческим на заре христианства. И когда я увидел его, говорит Иоанн, я упал к ногам его, как мёртвый. И он положил правую свою руку на меня, говоря, не бойся, я первый и последний. То есть когда кладётся одна рука, это благословление на путь. И говорит, не бойся, почему я первый, я последний. И живущий, я был мёртвый. И вот я жив во веки веков и имею ключи смерти ада. То есть тебе нечего бояться, потому что всё во мне. И смерть, и жизнь, и ад. Больше нет никого. От самой первой точки до самой последней. Поэтому бояться тебе нечего, если я здесь с тобой. Конечно, ключи смерти ада – это символическое значение слова «ключи». Никакого такого ключа, которым что-то отпирать нет. Вообще это очень часто распространённое выражение «ключи». Ключ Давида тоже не существующий. Это не какой-то ключ, которым открывать дверь, а суть, жизнь Давида, его значение для дальнейшего развития человечества. В этом смысле ключи смерти ада. То есть только я отворяю и смерть, и ад. Никто другой был мёртвый, знаем, через три дня воскрес. Вот жив. Почему так говорит он? Потому что дальше мы столкнёмся ещё с одним поклонением языческим. Все семь поклонений, куда человек отклонялся, мы увидим в дальнейшем. Вот в этом и есть откровение в начале христианцев. Куда же отклонялись общины человечества, которые потом все были стёрты? Все эти семь общин, они больше не существовали. И человечество уклонилось к своей фантазии и иллюзии до сего момента. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и чему должно произойти после этого. И здесь далее говорит нам Христос тайны семи звёзд, которые ты видел в деснице моей, в семи золотых светильниках. Есть её семь звёзд, суть ангелы, семи церквей. Вот те ангелы, которые будут в полноте исполнения служить и есть. Они уже есть у каждой общины. То есть в каждой христианской общине есть свой ангел. Его судьба, судьба, вернее, людей и все общины в руках Божьих. Естественно, что ангелы исполняют волю Бога. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. То есть вот эти духи светильников, светильники вот этих вот общин, как мы называем церквей, не запутаться, эти светильники, их жизнь, их существование. Потому мы далее увидим, я приду и сдвину светильник твой. Это очень важно понимать. Церкви светят, они обязаны, они призваны, общины христианские призваны светить на весь мир, нести этот свет, нести знания, Слово Христа, благую весть. Это их призвание. Каждой вот этой общине, вот этой работе апостольско-ученической представлен ангел для каждой общины, еще расскажем, изначального христианства, как мы называем позже эти общины. И мы называем так себя. И семь светильников повторим еще раз. Именно эти общины. Ангелы и общины, которым заповедано нести благую весть во весь мир. О чем же предупреждает Христос? Что это за откровение, данное через Иоанна? Откровение Бога, которое дает Христос через Иоанна всему человечеству. И пишет, храни, ничего не прибавляй, не фантазируй. Потому что ты, человек, не можешь знать изначально, в минуты своего существования, все, о чем я говорю. Это откровение на весь путь до самого конца мира. От Мессии до конца мира. И каждая минута нашей жизни, каждый день, каждый год, это вот это вот звено в цепочке, о которой говорит здесь Христос. То и есть, чему надлежит быть вскоре. То есть каждый день это не какое-то преддверие чего-то, а это есть сама цепочка того, что уже исполняется. Поэтому мы каждую минуту нашей жизни существуем в человечестве. После Иоанна, мы можем сказать, вот почти уже откровение, уже апокалипсис. Да, оно так и есть. Дверь открывается медленно, но распахнется внезапно. Вот первая глава такова. Если будет интересно, мы, конечно, продолжим. Всем мира и радости.